Ну и, наконец, третий вариант. Допустим, мы уже забили 5 голов в расстановке 1-2-1. И соперник привык, во второй тайме ничего не забивается. Меняем расстановку на 2-2. Тут даже не важно, где у нас кто стоит. Ну, давайте поехали. Даем мяч любому игроку. Центральные здесь должны работать качественно. Один открывается на фланг, другой должен появиться в центре. Тогда у игрока с мячом куча вариантов. Отдать на фланг третьему, отдать в центр пятому, вернуть четвертому, вернуть вратарю. Мы же можем через вратаря играть. Допустим, тут нападающему мяч доставить не получилось. Идет обратная передача на другой фланг. Теперь нападающие делают обратную ситуацию. С центра бежим на фланг, из фланга в центр. И так несколько раз, пока наконец-таки соперники не устанут за нами бегать. Не пройдет передача в центр. Давайте договоримся, что не будем разворачиваться и бежать. В этом случае пятый номер должен просто отыграть своему защитнику на фланг. В одно. Второй нападающий бежит со всех ног на другой фланг. Получает вот эту вертикальную передачу вдоль боковой линии. Дальше уже действуем по накатанной схеме. Забиваем гол. Все отлично. Нападающие пробежали уже практически километр. Можно менять на других. Субтитры создавал DimaTorzok